Здравствуйте, девушки! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Жанна Санжак. И сегодня я вам расскажу о том, как скрыть красноту носа. Эта проблема может появиться в зимний период времени или есть девушки, у которых особенность такая кожи, что краснота присутствует практически постоянно. Я вам сейчас расскажу, конечно же, как это можно сделать с помощью декоративной косметики. Это очень быстрый элементарный способ. Но самое главное, как еще можно изменить цветовую среду, которая будет помогать в коррекции красноты лица. В данном случае конкретно нос. Эта особенность может быть связана с чем? Например, близко расположены сосуды, поэтому нос достаточно быстро краснеет. Достаточно смены температуры, выйти на холод, потом в теплое помещение и уже сразу же становится более активная краснота лица. Может быть, это связано с употреблением каких-то продуктов или напитков. Выпила бокальчик вина, тут же проявилась краснота. Это может быть связано с тем, что проблема кожи, как купероз, чаще всего это, конечно же, на центральной зоне, поэтому опять же красный нос. То есть, в принципе, не так важна сама причина, в данном случае для маскировки, сколько вот тут есть такой момент, что эта краснота может появиться в процессе каких-то действий. Например, вы пришли в ресторан и вы выглядите прекрасно, но вы выпили бокал вина и у вас раскраснелся нос. То есть, корректировать с помощью декоративной косметики нужна проблема тогда, когда она есть в данный момент. Поэтому, например, заранее подготовить кожу, что она потом покраснеет и чтобы этого не было видно, так делать нельзя. А вот уже в процессе или когда вы делаете макияж и краснота присутствует, тогда это работает очень здорово. Что необходимо иметь девушкам, у кого есть такая особенность? Это средство, которое будет прекрасно нивелировать, в данном случае красный цвет. Это база, праймер еще это называется. Это средство, которое наносится под тональный крем или под пудру. И зеленый цвет, в чем его волшебное свойство, когда вы наносите зеленое на красное, исчезает и зеленое, и красное. Таким образом происходит цветокоррекция. То есть эти два цвета, когда они вместе, они друг друга как будто бы убивают. И получается очень быстрое решение проблемы красного цвета лица. Как это делается? То есть вы утром делаете макияж, умыли лицо, нанесли средство по уходу за кожей. После этого вы наносите на красные участки небольшое количество вот такой вот зеленой базы. Выдавливаете ее на руку, здесь небольшое количество, набираете вот так пальчиком и потом наносите прямо на покраснение. Все, у вас моментально краснота уйдет. Но бывает так, что настолько яркий нос, или может быть зона около носа, что эта база может быть вот так вот идеально совсем и не скроет красноту. Есть тогда другие приемчики, которые работают очень круто. Что я сейчас сделаю? Вот у меня сделан макияж, мне очень нравится, выгляжу я хорошо. И я сейчас сделаю как раз вот такую проблему. То есть карандашом для губ я себе нарисую. Красноту на лице, именно нос, чтобы создать такой эффект, как будто бы я после мороза пришла в помещение и вот у меня вот такой вот достаточно активный красный нос. Так вот, я сказала про другие методы. Большое значение имеет цветовая гамма вокруг. В цветовом круге красный и зеленый цвет находятся напротив друг друга. Эти два цвета, они друг друга дополняют. При смешивании, если мы будем наносить зеленую базу на красное, при смешивании они друг друга нейтрализуют. А если они находятся рядом, то будут усиливать. Поэтому, девушки, если вы надели красивое зеленое платье, может быть блуза, может быть шарфик, может быть у вас цветовая палитра в макияже оранжевая, ну любая теплая. То есть, посмотрите, если мы будем говорить про красноту лица, то чаще всего это цвет с розовинкой. Розовый цвет считается красно-розовый как холодный. И все, что напротив холодного цвета считается как теплый. Поэтому оранжевый, желтый, зеленый, теплый, в принципе в данном случае зеленый холодный все равно будет работать как на усиление красноты. Поэтому, если у вас будут зеленые элементы в украшениях или теплые украшения, например, золото желтое, украшения какие-нибудь янтарные, оранжевый, оранжевый шарфик, оранжевая шапочка, ну то есть все желто-оранжевого цвета и зеленого, это еще больше будет усиливать красноту лица. Поэтому, если вы хотите сделать этот цвет не такой интенсивный, то нужно и попробовать поменять цветовую среду. То есть, изменить цвет одежды, который будет немножко как будто бы снижать вот этот контраст. В этом плане будет очень хорошо работать фиолетовая палитра, ярко-розовая. Я сейчас хочу вам показать пример. Я не буду убирать вот эту красноту с лица, но с помощью макияжа и одежды вы увидите, насколько цвет, в данном случае красный нос, он будет смотреться не такой активный. Но если мы воспользуемся вот этими средствами, то будет еще больше коррекция. Итак, первое. Чтобы убрать контраст, нужно, чтобы вокруг была холодная цветовая гамма. Пожалуйста, быстрое преображение. Дальше снимаем украшения. Вместо теплых украшения должны быть холодные. Сюда подходят розовые, бордовые, белое золото, бриллианты, конечно же. То есть, не должно быть теплого цвета. Это будет уже создавать определенный контраст и делать кожу и цвет носа красный не такой интенсивный. Следующий важный момент – это, девочки, цвет макияжа. В данном случае помады, румян и тени. Если рядом теплая гамма, то теплая гамма, персиковый цвет кожи, коралловые такие мягкие персиковые румяна, коричневые тени. Все это будет на контрасте усиливать красноту носа. Нос будет смотреться более розовый, более интенсивный. Поэтому нужно сменить помаду, делаем ее более холодной и поярче. То есть, в данном случае я переключаю акцент красного. То есть, из этих двух красных цветов, нос и губы, губы становятся ярче. Согласна, что нос уже не такой интенсивный. Теперь, очень теплая румяна. Для данного случая это будет не очень красиво, поэтому нужно цвет румян изменить на розовый. Но при этом розовый цвет румян должен быть достаточно интенсивный. Как это ни странно, чтобы переключить внимание. Что я сейчас сделаю? Я сейчас возьму консилер и просто уберу персиковый румяна, который у меня были до этого. И сделаю розовый. Самое интересное, что розовый цвет я сейчас сделаю, знаете чем? Помадой этой же, которую я нанесла на губы. Очень удобный метод. И беру помадку. Посмотрите, что происходит. Я переключаю фокус внимания с носа на другие зоны. У нас, в принципе, может на морозе и так щечки краснеть. Но если мы находимся в помещении, это будет очень хорошая коррекция. Посмотрите. Теперь важный момент. Это также немножечко добавить холодной палитры и в макияж глаз. Если вы использовали тени коричневые и были очень довольны, то на зимний период лучше, чтобы коричневая гамма была более холодной. Коричнево-серая. Чтобы вы использовали в качестве дополнительных теней, тоже холодные элементы, они будут на контрасте усиливать. С одной стороны, теплоту кожи. И в данном случае, что касается носа, если рядом с этим розовым будут холодные здесь, холодные здесь, холодные здесь, холодные здесь, то тогда нос будет уже смотреться более нежный по цвету. Поэтому в данном случае, что я сделаю, я просто этими же помадой, такой быстрый метод, немножко нанесу и на рисунок тени. Это не то, чтобы там кардинально как-то менять тени. Может быть, у вас есть тени любимые, которые вы используете. Просто добавьте немножко розовинки, и в рисунок теней у вас уже изменится. Тушь. Желательно, чтобы была темно-синяя или фиолетовая. Любые холодные цвета, если мы будем говорить как раз про вот эту синю-фиолетовую гамму, то они в соседних предметах вытягивают желтый пигмент. Поэтому, когда рядом с лицом будут холодные цвета, то этот цвет уйдет в теплый пигмент и будет уже не такой интенсивный. Еще какой лайфхак. Сейчас он, конечно, у меня не сработает, потому что в данном случае у меня нос накрашенный. Так вот, девочки, что касается вот такого приемчика, как капли для глаз. Красный нос – это широкие сосуды. Красный нос – это близко расположенные сосуды, поэтому нам нужно их немножечко как будто бы сузить. Если вы возьмете капли для глаз, которые сосудосуживающие, и нанесете, вот вы пришли в помещение с мороза, у вас красный нос, возьмите эти капельки, накапайте на руку, и потом возьмите вот так вот, пройдитесь немножечко только по красноте носа. Так как они сосудосуживающие, они визуально сделают такой мягкий эффект коррекции. То есть краснота, она останется, но она будет не такая интенсивная. Это очень хороший прием. Также визажисты, я в том числе, мы используем сосудосуживающие капли, если есть какое-то воспаление, например, красного цвета, наносите, и оно быстро уходит. Следующий момент. С собой в косметичке можно иметь консилер, который уже идет с зеленоватым потоном. Или вы можете свою любимую базу, которую, например, вы используете утром, когда вы делаете макияж, или если нет такой проблемы с утра, а она появляется только в связи, там, выпили что-нибудь горяченькое, или пришли с мороза, то проблема решается уже после того, как она поступила. И вот вы накрашенная, красивая, пришли, разделись, красный нос. Вы можете не таскать с собой вот такую большую баночку этой базы, вы можете ее отлить в небольшую какую-нибудь, такой, знаете, как тестеры бывают, предоставляют в магазинах. Есть уже эти походные баночки, немножко туда отлили, и у вас всегда в косметичке небольшая вот эта вот баночка, которой вы можете нанести это средство. Или консилер. Вот в данном случае у меня это достаточно популярный бренд Art Deco, номер 06, называется Light Oliva, то есть он уже идет с зеленоватым подтоном. И вы наносите на нос, или если вы выпили вина, и тут же пальчиком растушевываете. Растушевать – это значит слегка вбить, прямо на тот макияж, который есть. То есть вы воспользовались, например, каплей для глаз, и на всю ту зону, где есть покраснение, нанесли вот этот консилер. Он просто моментально, просто моментально убирает всю эту проблему. Плюс все, что мы сделали до этого, румяна. Видите, все. Теперь весь фокус, он перешел уже на другие зоны. Я имею в виду краснота. Таким образом вы создаете эффект идеальной ровной кожи. Это очень быстро. Самое главное – помнить, что есть цвета, которые друг друга усиливают, есть цвета, которые друг друга нейтрализуют. И наша задача – правильно их использовать, чтобы создать цветовую композицию так, чтобы она работала на усиление нашей красоты. Еще один важный момент, что касается цветов, которые находятся рядом с вашим носом. Что имеется в виду? Я уже говорила про одежду. И что касается одежды и макияжа, то лучше выбирать, чтобы цвета были более сочные. Посмотрите, пожалуйста. Вот у меня здесь просто картиночки. Видите, красный – это наш нос, это наша красная кожа. И если вы используете цветовую гамму, такую очень нежную, пастельную, вот она прям такая мимишная, красивая, и вроде бы как вам уютно и комфортно в таких цветах. Но посмотрите, какой здесь самый яркий цвет. Конечно же, это тот красный, который у нас в данном случае будет именно в центральной части лица. Поэтому вся цветовая гамма, более мягкая, пастельная, нежная, она проигрывает. И красный цвет – самый главный. Смотрите, я сейчас убираю этот цвет из этой гаммы и вставляю его в другую цветовую гамму. Пожалуйста, посмотрите. Вы видите, что на фоне вот такой более насыщенной палитры этот цвет уже не кажется главным. Он немножко как будто бы затерялся вот в этой красочной палитре цветов. Поэтому, что касается макияжа, то он должен быть более насыщенный. Насыщенный – это значит, например, сделать более активные ресницы. Не просто вот так чуть-чуть прокрасить, а сделать поярче, повыразительней. Шикарно будет смотреться черная тушь и, как я уже сказала, любая темная. Темно-синяя, темно-фиолетовая. Губы. Если это будут губы прямо в тон вашего цвета носа, то есть помада, которая будет как будто бы повторять, то это будет усиление цвета. Поэтому цвет губ должен быть более темный и более розовый, насыщенный. Чтобы из этих двух цветов этот был ярче. Но, конечно, мы дополнительно делаем коррекцию с помощью консилера, что еще больше помогает скорректировать эту проблему. И дальше, что касается в одежде. Все, что близко к лицу. Шарфики, шали, шапки, все это имеет значение. Старайтесь тогда выбирать, чтобы они были или более насыщенного красноватого цвета, или холодные, например, синие, фиолетовые, черные и так далее. Вот это будет компенсировать насыщенность цвета здесь и насыщенность цвета в других элементах. Это украшение, шапка, одежда будет на себя переключать этот акцент. Таким образом, коррекция красного носа будет еще лучше поддаваться. Плюс, опять же, если мы воспользуемся консилером, то будет все отлично. Если у вас просто после использования консилера получился уже хороший результат, то тогда, девочки, вы можете использовать все, что вам нравится. То есть вы решили проблему красного носа, поэтому вам можно абсолютно все. Дальше выбирайте сами. Теперь вы знаете несколько секретиков. Я надеюсь, что было полезно. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, ставьте лайк, пишите тему, которую вы хотите, чтобы я осветила, и увидимся с вами на моем канале. И в следующий раз я расскажу еще что-нибудь интересненькое из моего опыта. До новых встреч!